Все заговоры и приговоры, они подчиняются законам. Любой заговор, если вы нарушаете, например, закон свободы выбора человека, или посылаете ему в ответ на его обучающих, ведь он же вам не возвращает долг. Почему? Потому что у вас есть контракт с ним, и идет процесс обучения. Вместо того, чтобы изъять из сознания, вы, например, посылаете ему проклятие или какой-то негатив. Но, соответственно, у вас будет новый опыт, более сложный, и вам прилетит еще и от Бога по башке. Поэтому, когда вы делаете ритуальную часть, я всегда, ну, сколько говорю, всегда задавайте себе вопрос, зачем вам этот опыт был нужен, изымайте сознание, а потом уже все остальное. То есть для того, чтобы эта ситуация просто завершилась. Но так как вы хотите, чтобы все-таки, там, например, если одолжили, у вас деньги, она вернулась, деньги вернулись. Хотя, если еще раньше забежать, мы на клубах говорили, что если вы не можете подарить деньги человеку, не одолжайте. Если у вас просит человек одолжить, значит, дарите. Дарите, да, вы проговорите слух, что вы одолжаете, но внутри, по внутреннему состоянию, вы их дарите. В таком случае, при возвращении, вы получаете назад подарок, и у вас еще более лучшее состояние. Ну, а если вам не вернули, ну, что ж, вы же изначально согласились на то, что вы подарили, да? И тогда с этого состояния можно, например, зайти по контрактам, вернуть это все назад в кратном размере. Да вот, это следующая тема будет. Но в любом случае дарите. Но если так уж случилось, что на сегодняшний день вы не дарили и отдалживали, и вам надо каким-то образом с человека истребовать назад, то первое дело, мы изымаем осознание, завершаем урок, зачем нам это надо было. А второе, дело в том, что все контракты, они же двухсторонние. С одной стороны, вас человек обучает, с другой стороны, вы обучаете. Вот я предлагаю свою ответственность через ритуал спихнуть на Бога. А вот, дело в том, что любые попытки внести вот в ритуалы негатив, они чреваты откатами, всегда чреваты откатами. Поэтому все эти черные магии и всякая эта дурацкая атрибутика у экстрасенсов, она проходит только для погружения клиентов в транс. Но когда начинается серьезная работа, мы не нарушаем законы, нам не нужны откаты. И вся лабуда, которая рассказывается, что прилетит не вам, а кому-то там, Вася и Петя с Маяковки, это все ерунда. Прилетит тому, кто заказывает. Заговор. Можете записать, можете запомнить. Принцип простой. Смотрите, здесь на самом деле в заговоре в этом можно менять слова. Вы вот его прочтите, суть, да, это смена состояний. То есть человек из состояния осуждения вылазит, перекладывает ответственность на Бога и в позитивном состоянии утверждается, что я, вот, если для человека важно быть крещеным, верным Богом и так далее, вы можете сюда вставить другие слова. Главное, чтобы вы утвердились в том, что вы честны перед Богом, что вы открыты и что вы искренне полагаетесь на то, что Он разберется. По сути дела, вот вся вот эта мантра замещает практику беседы с отцом. Папа, ну слушай, ну я уже не могу, сваливаю, ну разберись ты, пожалуйста, да. Вот суть такая же. Но в данном случае это идет в виде ритуала, потому что разговаривать с папой, как бы у многих, сумасшествие, да. И, например, мою практику уж не все вот эти дела понимают. Вот, и я про нее вообще длительное время не рассказывала, хотя книга «Олша беседы с Богом» была в моей жизни с 2008 года. Офигенная практика. Но к ней надо привыкнуть и привыкнуть к тому, что ты на людях ее не показываешь, чтобы тебя не сочли сумасшедших, да. Но есть люди, которые вот в своей системе убеждений этого не понимают, не принимают, да. Для них нужен словесный какой-то такой понос, ритуал, много лишнего сказать, самоутвердиться. Но, по сути дела, вы прощаете, перекладываете ответственность на волну и утверждаетесь в том, что вы хорош и честны, и утверждаете вот это состояние позитива. Все. Как только вы перешли в состояние любви, позитива к своему должнику, дальше разбирается Бог. На самом деле, про долги могу рассказать. У меня с долгами очень много историй связано, потому что, ну, как-то в жизни так получалось, что не столько одалживала, сколько шла на сделки без предоплаты, да. Вот, и, соответственно, потом были не расчеты. Вот, так вот, когда такое случается, первое, что надо сделать, это простить и отпустить. Железно, как хотите, состояние вывести в любовь и в радость по отношению к этому человеку. Ни одной мысли, контролировать мысли, ни одной мысли не осуждать человека. Осуждение табу запрещено. То есть вы не уходите вниз. Первое, простили, отпустили. Второе, приложили ответственность на папу. Хотите вы того, не хотите, но это надо сделать, потому что разбираться будет Бог. А третье, не считать возвратом только из рук этого человека. Вот это железное правило. Смотрите, оно очень важно на самом деле. Мы же экстрасенсорикой занимаемся, подходим к магии, к серьезным вещам. Вот эти вот вещи, ритуалика, ритуалика, и вы ждете, что вернет этот человек. А этот человек, может быть, не знает про вас, забыл, уехал, светил и не планирует вообще приезжать. А когда разбирается Бог, он же не конкретно вот говорит, поднимай зад, едь, возвращай долг. Бог так не говорит. Бог говорит, у одного убыло, у другого прибыло. И тут у вас вдруг, вот у этого товарища убыло. Ну вот в моем случае, когда речь шла о большом долге, у этого товарища пришла налоговая проверка. И очень много денег его тогда на штрафы поставили. Просто феноменально. Но промежуток времени был один, промежуток времени три месяца. То есть вся история развивалась в три месяца. В эти три месяца у этого вымываются деньги, да. Я знаю, что у него налоговая проверка. Я не радуюсь его проверке. Я искренне простила и отпустила. Но я понимаю, что где-то же мне должно перепасть. И в это же время кратность 1 в 10. Если вы не заложили кратность возврата, будет 1 в 10. У него вымывается с коэффициентом 10, у вас прибудет с коэффициентом 10. Чего вы еще хотите? Вам всегда прибывает с кратностью. Если вы кратность не установили. Но вы же кратность можете поставить в сотку. А еще вот мы сегодня обсуждали кратности, что у нас у каждого в башке своей. Когда вы в речи используете. Ой, на 500 процентов. Или на 200 процентов. И так далее. Соответственно, вот эти вот кратности нули вы считаете. Ваши бессознательные на это будут умножать. Вот, поэтому чем больше кратность работает, тем больше вам возвращается. И тогда вы четко понимаете, вам все равно вернулось. Зачем держать и пытаться мучить человека. Только помните, что не надо себя обманывать. Что он не принес, значит вселенная не отдала. Бог отдал. Бог считает все. Наташа, а если вот этот долг, это вопрос не денег, а отношений? Ну то есть вот как бы отношения в этом смысле, да? Проработает программное убеждение. Он мне должен. Этот мир тебе ничего не должен. Ты эту претензию к Богу прорабатываешь. Проработаешь, что Бог тебе ничего не должен. Но он при этом тебе все делает. Да он, Бог мне в общем не должен. А человека жалко, потому что по-свински поступает. Гордыня, потому что жалко. Не, ну просто ко мне относятся. Он тебе дает возможность проработать свою гордыню. В радусе. Спасибо. Понимаешь, в этом мире тебе никто ничего не должен вообще. Не, ну так я дала человеку, да? Как другу, да? А он по-свински просто не отдает. Мало дала. Я понимаю, насколько это работает молниеносно. Единственное, что контрактные вещи, они запускаются двумя вариантами. Либо глаза в глаза, и вдруг по контракту человек начинает себя проявлять. Либо они, то есть личный контакт нужен. Либо вот этими шариками, да? Чтобы образ начал работать. Один из вариантов, понимаете, техники, вы когда начинаете медитировать, техники сами приходят, что надо доделать. Вам бессознательное всегда подсказывает. Поэтому я даю какие-то шаблонные варианты. Не ограничивайте себя, когда вы вошли. Бессознательное всегда ведет. Вот в этих состояниях глубоких оно самое ведет. Доверяйте себе. И все, что касается магии, зачастую все техники, они просто переворачиваются и начинают отсутствовать. Вот все, что касается долгов. Понимаем, на то, чтобы появился долг, был контракт. На обучение. Двухстороннее. Вы учитесь одному. Второй человек учится другому. И всегда прописаны какие-то условия. Эти условия не всегда финансовые. Финансовые – это лишь внешнее проявление энергии, энергообмена. А внутри могут быть сила духа, черты характера. Вот на черты характера бессознательное, конечно, ведется. А еще, вот я впервые столкнулась с таким тараканом, вообще просто атомным. Тоже контракт делала. А там таракан-человек, если я поступлю не по совести, гореть мне в аду. Я сразу не поняла, я даже не ожидала, что у человека может быть такой таракан. Ну, можно было бы, конечно, предложить в помощь проработать, потому что это совсем неэффективное убеждение. Оно только здоровье разрушает у человека, потому что мало ли ты где-то талончик в транспорте не пробил, а уже горишь в аду. Ну, реально программа на разрушение, деструктивная. Но эта программа есть, но контракты за деструктивные программы можно цеплять в обратную сторону, когда работаешь. Это все вам в этих состояниях бессознательное подсказывает. Просто чувствуйте и доверяйте. Когда пошли, все, дальше вы работаете. За что контракт не цеплять будете. Если вот у вас был контракт, то до того, как создавать следующий на возврат, этот надо завершить. Мы не валим все в одну кучу. Все четко.